всем привет 3 декабря пивная пятиминутка илья продолжаем дегустировать рождественское или новогоднее пиво сегодня у нас будет необычное пиво первый раз нам перим завезли вот такую вот штуку но я в принципе не знаю красин донка до этого были ли такие эксперименты в принципе то есть классические до сорта у нас продаются а вот тут завезли прямо перед новым годом штрафы хендрик x-mas blend quadruple oak aged quadruple blend 2022 я просто как увидел в анонсе группе в одной что завезли в разливайку все это такое пивко сразу же пошел его искать нашел только в магазине в одном и я думаю таких бутылочек ты завезли к там немного ну штук пять наверно максимум на всю перь я вот так вот думаю вот так вот он выглядит этот quadruple красиво даже хоть плакетка есть фирменная давайте открывать и почитаем что же таится в этой бутылочки так хочу я держу то она же не бахнет давить это же не шампанское но если бы конечно сильного не стрес такая вот плакетка и там тоже этот полумесяц оставляем его здесь ох не хорошо вышло легко тут у нас тоже до хрена пивоварня написано как всегда красота ну ка увы сладко как пахнет ну и в принципе с иностранным пивом на этом мы заканчиваем больше нам ничего не завезли ну как я уже сказал делириум не считается этот сан петерс не считается так что вроде все на остальное да пойдет там русская так давайте прочитаю вот видите кусок ноутбука почитаю специально не переписывать притащил с собой ноутбук что это у нас за штуковина здесь страха хендрик из масс-бленд браурай дхвн winter и это пиво сваренное в стиле зимний эль winter эль это эксклюзивная зимняя версия знаменитого крепкого темного или страха хендер квадрюпель он представляет собой классическую версию квадрюпель штрафа хендрик сваривана сварим ногу осенью прошлого года а затем выдержана в дубовых бочках средневековых погребов пивоварни более года это придало пиву просто неповторимое развитие вкуса и аромата тонинные оттенки от деревянных бочек здесь прекрасно гармонируют с богатыми нотами особого комплекса солодов на фоне древесных ноток вторым планом в пиве появляется привычная характерная пряность и мягкая горчинка квадрюпеля затем x-mas blend раскрывается нюансами лакрицы изюма и инжира если хранить этот сорт несколько лет то с годами типичные эйджинговые оттенки вкуса и аромата будут развиваться и раскрываться все новыми и новыми тонами да это конечно прекрасно поставить такое пиво в принципе на эйджинг ну кстати небольшой возраста не модель до двадцать пятого года всего на год но вот как то так тут ну все ноут наверное можно закрыть давайте тогда почитаем что у нас носовой бутылочки пиво фильтрованное не пастеризованное темное состав вода и чменный солод пион а а пшеничный солод хмель дрожжи сахар еще дополнительно алкоголь не менее 11 оборотов начального сусла 22 то есть 1122 это значит что пиво выброшено насухо ну в принципе год хранилась дубов в бочках может быть она выбродила нас так фильтрованное но не пастеризованное что еще интересно это можно да все розлив у нас тут от 18 08 22 годен до 18 08 25 три года но в принципе ну что такое джинга три года эйджинга но для по мне так это не сильно много по идее были хотелось бы до его попробовать уже через три года но я не могу терпеть я очень хочу попробовать эту штуку и смотрим на цвет это конечно же так коричневая пивко на аромат но аромат сложно я сразу скажу это вот разбирать все все нюансы аромата он сладковат из что сразу кидается в глаза тонинные нотки есть до бочка чувствуется но очень легкая аромат не очень выраженная вот такой первых сладковатый бочковой найти изю ну насчет корицы ну если уже выдумывать туда но и всего там там конечно же и сухофруктики вот бочка когда потряс бочка прямо вот вылазить на первый план ну что ж не терпится давайте пробовать это искусство пивоварения от бельгийцев да слушайте градусы спрятаны очень хорошо там больше идет терпкость конечно же то бочки это сухофрукты кисло-сладкая вот бочка в бочках хорошо отдала свой вкус но при рейджинге мне кажется она будет наоборот убывать а тут она сейчас вот прямо свежая свежая это хорошо это вкусно это было очень интересно попробовать 11 градусов но не сказал бы нет все прекрасно с кислинкой с легкой такой с яйцами можно сказать это пивко все я не знаю еще что можно рассказать об этом пиве увидите обязательно попробуйте я в принципе пытаюсь какие-то вот такие эксклюзивные вещи покупать когда они приходят к нам на в пень приходят я сразу начинаю искать мне вообще пофигу сколько это чего там стоит ну потому что я уже с ума сошел да вам то не советую как бы может вам это интересно будет но вот все эксклюзивчики всякие особенно всякие как сказать то непростые пивасики это же конечно от бельгийцев это идут гёзы я пытаюсь сразу их брать потому что для меня гёс это вышка пивоварения это надо вот скупажировать это надо продождать несколько лет скупажировать потом это надо еще чтобы это так хорошо сбродила чтобы у вас и пиво не окислилось потому что все это идет дикими дрожжами сами понимаете ну там как бы работы до хренище и вот такие вещи это я очень уважаю и когда вижу что-то где-то я пытаюсь обязательно брать и конечно же вот такие вещи я пытаюсь брать сразу а потом где вы найдете вот нигде нихрена вы не найдете их сварили там раз разик все успел поймал не успел поймал не поймал то есть у меня вот планах пока еще вот слава богу у нас этих бергиков мало я может их вообще нету и вот стоят вот эти вот пивасики всякие там всякие гёзики по какие-то вот по 600 рублей это видимо самые простые какие-то вот по тысячу и слава богу из там пока никто не купила не спокойненько стоят и а сейчас под накоплю денежку один куплю под накоплю другой куплю там вообще golden драк пират нас какие-то и джинга в 077 тоже кстати это но 77 или 07 тоже выпустили вещи и вот эти бутылки стоят они там уже по 1300 не 033 и вот я смотрю и мне только радостно что их никто не берет у меня как только появится возможность я сразу сразу их схвачу то где блин чего не понимаю объем т.д. может впереди хоть написать но 75 вот спереди здесь написано то есть обязательно я возьму эти вещи я понимаю что вот они сделали что-то бочковое и потом они сделают но это может быть по другому получится вкус будет другой бочки сами понимаете это такая вещь они могут быть уставшими могут быть свежими и по-разному отдавать всю свою эту тонинность причем и напитки разные используются в бочках так что молюсь чтобы никто не меня не опередил и я купил все что нацелил на этот год точнее не на этот год а вообще в принципе точнее вообще в принципе они должны быть мои причем я гелзу если покупаю я их буду и жить у меня уже два стоит там до сорок восьмого года да вы не слышались до сорок восьмого года там идет срок годности и я вот думаю где-то в тех годах их и открыть может раньше не знаю посмотрим еще даже дожить на это еще двадцатый на пережить это еще тридцатый и конец уже сороковых я не знаю даже даже вы лет до такого времени ноги застоят по крайней мере я уже для себя психологически решил до 50 лет я их трогать точно не буду пока мне не исполнится 50 там посмотрим это будет прикольно мне кажется это будет просто вышка прекрасно и сладковатость такая как будто на этим как будто виноградная сладковатость кого-то там какой-нибудь вино модеру какой не держали не за все на этом наверно будем заканчивать обязательно берите вкусное дорогое пиво были сейчас на болтаю сейчас разберут нахрен сам ничего не попробую но старайтесь старайтесь обязательно брать такие вот эксклюзивные штуки куда мы без этого себя порадовать раз в месяц я считаю можно за тысячу рублей взять бутылочку можно блин не надо жопиться один раз в месяц я не думаю что у вас там зарплата 15000 тышу потратили и все звездец всему настал все не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новой стиле пиво это квадрюпель бельгийский стиль открывайте для себя новый пиво варни это не штрафы хендрик а как они там дхмн я все запомнить помогут я как-нибудь это сделал дхмн линейка прав страхах хендрик и все я не прощаюсь еще увидимся сейчас будет наша региональная сегодня походил поискал взял тоже две бутылочки надеюсь успеть их продегустировать там тоже будет такое да какой хрен его знает все давайте ждем